чего вы в храме проводите проповеди выходите на улицу а ты знаешь это методисты до улицы да они проводят до выходят на улицу и проповедуют на улице да это такое протестантизм суши справа что-то светите в лицо да 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 ну тут солнце понимаешь тут не а сейчас как солнце у вас уже солнце еще в это время 5 часов да ну вообще да я убрал но ты должен видеть себя ты сейчас видишь на мой экран ты видишь какое у тебя лицо засвеченное просто ну ничего нормально как будто такой я вас негативами забросаю как в анекдоте про грузина который придался презервативность верхней полке ладно давай начинать всем привет в эфире почти интеллектуальное шоу балаболов альбертыч и стефаныч клевещут в очередной раз мы выходим в эфир и сразу в первых строках своего письма спешу сообщить что наконец-то я добрался до подкаст сервисов и мы наконец-то выходим еще и в звуковых форматах они только в видео так что если вы есть на google подкаст на айтюнс на спотифай на яндекс подкаст по-моему тоже называется и во многих других просто ищите альбертыч и стефаныч клевещут какой то часть ссылок я размещу под этим видео вы сможете скачивать наши звуковые форматы и ходить куда-нибудь хотя куда вы сейчас сходите вообще-то но предположим ходить вокруг стола на кухне и слушать нас или там запускать нас на своей алексии или сирии чтобы она звучала в общем фу наконец-то не только видео да кстати вы можете скачивать эти файлы сделать из них нарезки подставлять звуки делать специальные фильмы снимать анимационные художественные с нашими голосами то есть контент того чтобы говорим можете использовать всяких извращенных творческих формах бы невероятно это приветствуем поэтому можете создавать свои минифильмы на будут называться альбертыч и стефаныч клевещут творчество можно всячески много можно всяческие слова добавлять то есть бер если мы где-то что-то поем то альбертыч и стефаныч поют там альбертыч и стефаныч танцуют альбертыч и стефаныч покупают котика можете да подложить хип-хоповый ритм техна хаос любой создавать невероятные танцевальные хиты где будут звучать наши голоса и можете свои вставлять и своих любимых и любимых детей кого угодно так даже псевдо кстати пение птиц крики животных тоже приветствуются различных да и крики людей в принципе пение людей возможно тоже в общем я тут сейчас как как ты понимаешь сейчас нахлынет прям слушатели к нам с новых сервисов если вдруг ты новый слушатель и не знаешь что тут происходит мы обсуждаем что произошло на планете за последнюю неделю мы находимся в разных полушариях то есть мы охватываем всю планету сразу вдвоем все видим и так как коронавирус уже нас задолбал примерно с месяц назад мы стараемся его не обсуждать в последнее время ну начнем в общем мне вот понравилась эта статья которую я заметил причем поздно уже почти неделю назад вышла команда стеклайн провела исследование и выяснила какие товары стали покупать больше всего в сша за март 2020 по сравнению с мартом 2019 и какая меньше всего то есть продажа каких товаров сильно увеличилась за год каких уменьшилось это значит когда-нибудь наш подкаст откопают лет через сто какие-то археологи правда не знаю где они его откопают и интернете будут да будет называться интернет-археология кстати ты придумал новую специальность представляешь вот за сотни лет сколько докопится всякой хрена информации в интернете а появятся люди которые будут исследовать глубины интернета и будут искать артефакты до информационные кстати это будет интересно представляющие 400 лет человек откопает не то что там наш подкаст какую-то музыку какие-то статьи а вдруг они окажутся актуальными а вдруг они окажутся гениальными да вот как спустя там не знаю тысячи лет откопали там древнегреческие скульптуры различные до или древнеегипетские артефакты и современные люди посмотрели я сушить это гениально в то время как может извините это было какое-нибудь выгребное судно или там обычная вилка или ложка или бюстик который стоял просто в спальне какого-либо знатного человека так и собственно с интернет в общем-то артефактами будет то же самое то что банально сейчас никому не дужно или дужно не совсем может быть там через тысячу лет будет признано гениальным невероятно интересным поэтому ты учредил новое направление оно появится рада не поздно это интернет археология это пожалуйста да ну в общем и откопают наш подкаст и будут пользоваться вот этим списком для подготовления к следующей пандемии то есть что надо закупить обязательно чтобы быть готовым к эпидемии которая то обязательно человечество накроется это будет постоянно происходить это вы знаешь почему-то туда недавно кто-то опубликовал я против тумерологии там всяческих злобных предсказаний почему-то в каждый двадцатый год века происходит всяческие пандемии данном двадцатый год это да мы сейчас тоже двадцатый тогда мы можем предположить что когда там следующий двадцатый год наступит не знаю сложно сказать когда следующий двадцатый год наступит поэтому можно сказать людям в следующего двадцатого года можете по списку складывать вещи паковать в ящики хартов что тебя из этого списка лично тут конечно вот отмечено такие какие-то вот исследователей поразили больше всего что именно поднялся но меня правда я об этом узнал еще месяц назад потому что у меня знакомые говорят слушайте мы не можем в магазине нигде заказать или купить гантельки все в сша гантельки просто были раскуплены еще месяц назад и вот я вижу здесь на восьмом месте плюс триста семь процентов то есть четыре раза поднялись продажи гантелек а все почему закрылись фитнесы так кстати есть анекдот что полиция накрыла фитнес секту фитнес притон да полиция накрыла фитнес притон так вот закрылись все эти фитнес и джимы народ дома хочет как-то заниматься стали покупать гантельки кто успел тут успел а у остальных просто для них нету гантелек и тут есть такие видео на что народ делает это просто какая-то дикость конечно но они берут этот средства для мытья посуды льют на пол и ходят вот так по нему то есть вот это хождение у них альберт это извращение это западное извращение всегда чем можно тренироваться пустыми бутылками то есть пустые бутылки если наполнить водой после их использования по назначению их поднимать то можно накачать невероятной величины мышцы далее можно полными бутылками качаться это опять же плюс огромный далее ты говоришь что закрылись залы все бросились есть страны слава богу где люди не бросались в эти залы до этого да где они собственно занимались есть чем заняться помимо накачивания мышц вы мышц да совершенно нездоровым образом жизни это творчество беседы различные там тусовки и так далее то что касается чем за если серьезная чем можно заменить гантели к собственное тело это отжимание подтягивания различные лоды пресс как показывает практика есть люди которые вообще без всяких гантелек исключительно благодаря своему собственному родному телу создали себе невероятно прекрасные фигуры при этом накачали мышцы бог знает что еще поэтому было только желание с другой стороны когда собственно люди не работают многие привы проводят время в просмотре фильмов в заглядывании в холодильник как хорошо написал один человек что я снял с холодильника дверцу потому что только мешает понимаешь уже поэтому есть разные варианты на то что интересно что гантели кончились чугунная промышленность сша других стран она произведет необходимое количество в общем-то если да да тем более всегда камни и не знаю другие тяжелые предметы главное их только не метать в общем-то использовать в мирных целях для накачивания мышц вот тут обычные вещи понятно что перчатки одноразовые выросла продажа продажа этих бумажных полотенец там лекарства но мне больше мне еще понравилось что выросла на 160 процентов продажа кошачьей еды и собачьей еды они же почему они же во время пандемии не стали больше есть почему им сейчас начнут бедных животных пихать едой прям не в себя не после пандемии люди выходят на работу дома остаются такие шарики из котов и собак отъед их и которые уже не могут ничего не хотят не за альбертыч может быть это бывшие граждане постсоветского пространства ты знаешь что первое еда для животных кошачья собачья она очень долго хранится раз второе она содержит очень полезные витамины до которых возможно нет человеческой еде а более того как показывает опыт многие наши сограждане в 90-е годы в конце восьмидесятых прекрасно ели собачье печенье с пивом мы ели собачьи консервы многих многие даже живы до сих пор не умерли чувствуете вполне себе ничего а поэтому ну и третье конечно дайте консервы дешевле дайте их брать оптом вот поэтому тут смотри консерва двойного назначения с одной стороны можно кормить собак там кошек кто под руку попадется там то это есть вообще с другой стороны в случае вообще крайней необходимости да это может есть и человек скрывать не буду поэтому консервы эти первое дешевые второе полезные третье они консервы двойного назначения обратим внимание вот нет же консерв которые написано что для собак и людей допустим далее там для кошек и людей но как бы предполагается кстати многие лекарства для животных они давно лучше чем для человека действует на животных платка история когда-то давно приболела собака 1 там проживал в одной квартире не будем там долго распространяться а и я купила корм такой дали корм с лекарством собака уже была при спать она была очень старая это как-то человеческий перевести ли было там за лет под 90 очень старая собака и зубы выпадали вся наседая была животное уже мучилась желудок там болел у собаки вообще плохо она чувствовала себя короче съела до этого препарата которая приобрел у него выпали седые волосы слушать она стала бегать это прожила после этого лет 9 по-человечески лет 30 вот скажи мне какой вообще люди изобрели препарат от которого бы выпали седые зубы ой седые волосы извести вообще я поражаюсь поэтому люди сделали для животных вообще очень хороший препарат кстати возвращаясь коронавирус от польские ученые хотели использовать вообще препарат который придумал там для коров свиней так далее для борьбы с различными там опасными заболеваниями него хотели переделать там под человек на самом деле многие препараты для животных они очень хорошо справляются вообще со своими так сказать обязанностями если так можно выразиться нежели для человека до многие таблетки лекарства которые вообще как-то плейте братом узаконены от которого толка никакого кроме психологического успокоения ладно перейдем там дальше давай так следующий это уже список тех товаров которые упали наоборот в продаже первом месте как ни странно чемоданы сумки и прочее 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 идет народ никогда не собирается ездить видео фотокамеры ну тут вот как раз фотокамеры это явно не из-за коронавируса это просто в последние годы падение не просто постоянно падение потому что народ переходит на фотографирование с телефонов да ну все падает но то что упала продажа плавательных костюмов причем тут отдельно три три позиции мужские плавательные костюмы женские плавательные костюмы и девчачьи плавательные костюмы девчуковые до плавательные костюмы почему-то мальчуковых нету в этом списке видимо у них трусы одел и пошел да неправда есть такие костюмы на самом деле для плавания и мальчишеские вот у моего сына есть такой костюм у меня в связи с размером невероятно большим я себе такой не приобрел когда вот балтийское море другие моря там они холодные одел такой костюм и плавая себе или там серфингом занимаясь вот поскольку у меня есть жировые запасы которые в общем-то помогают мне не использовать подобные костюмы а в общем-то я его не использую вот мальчуковые костюмы есть тоже почему их количество осталось на обычном уровне это тоже интересный вопрос потому что мальчишки не сдаются и несмотря на перипетии связанные собственно с болезнями продолжают плавать хотим плавать и будем плавать ну и из грустного на 55 процентов упали продажи товаров для вечеринок шариков всяких стаканчиков закрыты индустрия переживает спад очень многие артисты диджеи они в чем-то не имеют сейчас возможности выступать у них просто пустые календари соответственно у них нет денег у многих там на жизнь на покупку чего-то ну особенно у тех людей которые ничего не откладывал и жил так сказать одним днем собственное удовольствие к сожалению многие вещи закрылись а возможно но всегда закрылись мне тут из зала подсказывают что у клоунов началась безработица и возможно мы скоро можем стать свидетелями появление новых пеннивайзов клоунов ну не знаю тут дело в том что да вот известно в цирке десолей там есть белорусские работают и гимнастки и так далее вот они отметили что десятки людей сотни даже потеряли работу сейчас потому что их контракты ну они созданы и сделаны таким образом что в случае отсутствия выступлений люди просто теряют работу а как известно это очень профессии требующие постоянных тренировок невероятного труда и безусловно восстановить форму людям будет достаточно сложно а при этом если им надо придется где-то работать это будет не сильно квалифицированная работа и это безусловно на их форме и на их карьере уеда де на карьере некоторых людей возможно может даже поставить крест это очень прискорбно потому что люди годами тренируются и приходят к тому что они могут выступать в таких шоу лада я вижу ты мне показываешь следующую карте да это это наша как бы постоянная рубрика в принципе за последнее время но на этой неделе произошла вообще такая прикольная штука все прям взорвались по этому поводу в один из момент в один из дней в один из моментов цена на нефть марки WTI стала отрицательной то есть покупателям платили чтобы они эту нефть забрали естественно по этому поводу много всяких конспирологий было вот сейчас мы используем карикатуру кстати елкина показывающую как нефть придавливает путина я сейчас не будем шутить просто в общих чертах я объясню я так немножко поразбирался в вопросе что в этом ничего страшного не произошло то есть понятно что цена на нефть упала это понятно что это будет падать но вот эта отрицательная цена это из-за действий спекулянтов на нефти которые играют на этих вот ценах на нефть то есть они там стараются продать подороже купить подешевле вы все это понимаете но из-за нынешней ситуации которая сложилась а WTI это не вся нефть это чисто американская нефть что бренд это европейская нефть уралс это или уралс так правильно это российская нефть под разными марками она продается так вот в америке сейчас заполнены нефтехранилища и эти если ты купил нефть и не смог ее быстро продать то ты платишь за ее хранение эти спекулянты будут просто терять огромные деньги если они будут продолжать их им надо было быстро сбросить эту нефть хоть как-то хоть как-то ее отдать понятно что ситуация уникальная но это не означает что все теперь мы будем приезжать на бензоколонку и нам будут платить лишь бы мы заправили свой пепелацы куда-нибудь уехали к сожалению кстати а в белоруссии цена на бензин вообще упала нет упала не человечески там на копейки 2 на 2 копейки ничего себе приблизительно на самом деле ты правильно совершенно объяснил домой взгляд по поводу нефти эта история спекулянтов то есть есть реальная нефть которую добывается которая транспортируется за это платят деньги так далее и тому есть спекулянты и есть акции да есть интернет всяческие там аукционы и так далее которые к реальной нефти на самом деле по большому счету отношения прямого не имеют поэтому был продукт который достаточно дорогой который используется в промышленности и есть спекулянты кстати еще раз экономика доказала в общем то свою несостоятельность как наука как лженаука я бы сказал потому что когда говорили о ценах на лифте специально смотрел комментарии программы в первую очередь говорили о психологии а именно о психологии человеческих отношений говорили о том кто обиделся как сложились отношения русских с аудитами как можно помириться но это все не имеет никакого отношения к экономике это чистая психология то же самое касалось паники паника это психологическое состояние которое следует психология а не исследует экономика экономика это гадание на кофейной гуще в чистом виде ну а тут я немножко не соглашусь со стыка хочу сказать полностью исследовать психологию отношений в чистом виде есть отношении человеческие есть отношении групп людей есть вот эти все мистические до астрологические экономические формулы сейчас идет речь о том как восстановить отношения сейчас не идет речь об экономике Сейчас идет речь о том, кто кого как помирит, то, к кому как отнесется и что там будет дальше. Но все это психология в чистом виде. Об этом говорили уже многие экономисты, математики лет 200 назад 100. Что вся вот эта экономическая история, конечно, это мистическая такая астрологическая вещь, предсказания и так далее. Во всем, так сказать, во главе всего стоит психология. Отношения между людьми и изучать нужно эти аспекты умным людям, которые, конечно, занимаются финансами, собираются этим заниматься в дальнейшем. Нужно знать какие-то там, не знаю, базовые экономические вещи, все остальное, конечно, это еще раз доказывает психология. Кстати, по поводу базовых экономических вещей, полностью с тобой согласен, но им почему-то не учат в школе. То есть у нас в школе, блин, учат синусы, косинусы, логарифмы. А обучать основам кредитования, основам оплаты ЖКХ, например, и понимание вообще, откуда берутся деньги, куда они уходят. Мне сказали, что в некоторых школах Беларуси идет факультатив, который называется основа экономики. Все вопросы, которые перечислили, им учат. Но это не во всех школах. И, как сказала одна девушка, у меня это пошло седьмым уроком. Возможно, это было очень хорошо и нужно, но после седьмого урока я ничего не могла запомнить. То есть дело не в том, чтобы ввести курс, а в том, чтобы люди это запоминали, могли апеллировать этими знаниями и использовать эти знания на практике. А не сделать это для очередного, не знаю, агитационного репортажа или для того, чтобы сказать, а вы знаете, у нас это есть. Вот во многих школах это есть. Но важно еще, чтобы это дошло до сознания людей и это неким образом было сопряжено с практикой, с реальной жизнью. Ну и добавлю против мнения Стефаныча в том плане, что сейчас все-таки на нефтяные цены очень сильно действует эта вся история с коронавирусом. Это тоже медицинско-психологическая история. Даже чисто психологическая. Я считаю, что экономика – наука. Не зря Нобелевскую премию дают за всякие экономические исследования. Альбертыч, извини, Нобелевскую премию дают мира, допустим, людям, которые развязали несколько войн. То есть Нобелевская премия, надо прекратить серьезно вообще к ней относиться. Надо относиться, как Боб Дилан, которому дали эту премию. Он вспомнил, конечно, как старый пацифист, что Нобель изобрел, в общем-то, динамит, да, один из изобретателей, от которого погибли вообще миллионы людей во всем мире и послал их к чертовой матери, да, по большому счету, с их Нобелевской премией. Или, допустим, там, не знаю, Алексеевич дали за журналистское расследование, да, за чисто журналистские книги, не за художественную литературу. Примеров масса. Вопрос политики, да, вообще Нобелевская премия и вопрос промоуции человека в Нобелевском комитете, да, работы, не знаю, агентов, там, литературных, там, научных, каких угодно, по тому, чтобы эту премию присвоили. Мы не будем вообще рассматривать, как даются и за что даются вообще эти Нобелевские премии. Вот. Тебе могут дать премию, не знаю, там, за журналистику и премию мира за программу Стефановича и Альберта Склевещенко. Мы напишем очень красивое резюме, как наша, в общем-то, программа повлияла на восстановление, не знаю, межэтнических, межнациональных отношений между США и Белоруссией, о том, как мы проложили мост между Востоком и Западом, какую гуманитарную вообще помощь она оказала всем людям, которые живут в постсоветском пространстве. Написать такой хридотеки, да, и, в общем-то, под красивым соусом, с хорошим лоббистом это забросить в Нобелевские, в другие комитеты. Мы бы с тобой сидели в медалях, вот, там, по уши. Ты, знаешь, я не против, там неплохие деньги дают за эту премию. Понимаешь, деньги неплохие, даже деньги очень быстро заканчиваются, понимаешь? Ну, еще какую-нибудь премию получим, господи, надо, Катя, поработать над этим, да, надо по премиям пойти. Да, будем думать, будем работать, конечно. И, надеюсь, как раз мы 150 лет проживем, это вот к следующей теме. Поспорили два ученых. Стивен Остат, биолог из Университета Алабамы в Бирбингеме, и Джон Ольшанский, профессор эпидемиологии и биостатистики в Школе общественного здравоохранения при Университете Иллинойса в Чикаго. В 2000 году они положили по 300 долларов на инвестиционный счет. И в 2150 году они надеются, эти деньги будут примерно миллиард, станут миллиардом. И кто из них выиграет? То есть у них один говорит, что уже родился человек, который проживет до 150 лет, а другой говорит, что нет, вряд ли. И вот кто из них победит, потомки того ученого получат эти деньги. Тут, ну, много дальше, большая статья по поводу того, что уже пора столько жить, но у меня на самом деле большой вопрос, а стоит ли? Я понимаю, что люди уже дольше живут действительно так. Одно дело, когда здоровый мужчина в 60 лет умирает от рака, от алкоголизма, от прочих сопутствующих штук. Но я вижу нынешних 100-летних людей, это уже не самая качественная жизнь. То есть ты не можешь сам себе что-то делать. Да, он там не болеет, он двигается. Но это видно, что это действительно старик. Одно дело, 60-летние, 70-летние люди, а другое дело, вот, настолько дряхлое. То есть имеет ли смысл вообще до 150 жить? Как ты думаешь? Ты знаешь, вообще обо всем, об этом уже написано несколько столетий назад. И дофантазировано. Отправляю в воспоминаниях к произведениям Свифта. В одной из книг он описывает так называемую касту проклятых. Что это за люди? Это люди, которые обречены жить вечно. Они уже не помнят своих родных. У них нет друзей, социальных связей, которые оборваны, потому что близкие люди их давно умерли. С которыми они, не знаю, жили, игрались вместе во дворе, не знаю, и так далее. И люди эти являются проклятыми, и им никто не завидует. Им только все сочувствуют, потому что эти люди, они уже вне времени. Это люди, обреченные на такое вечное обучение. Если бы, конечно, не знаю, вот жизнь затормозилась хотя бы в возрасте 47, пусть 50, даже 60 лет, и потом в таком же состоянии жить до 150, это дело одно. Но если жить в возрасте 120 лет, 100-летнего человека, еще 50 лет, ну, дорогие мои, я не знаю, по-моему, это просто очень большое обучение и тяжелая ситуация. Конечно, в идеале, если бы люди, как бы, затормаживалось их жизнь в возрасте 30-40 лет, и вот они потом, да, 100-50 лет жили в таком прекрасном, чудесном состоянии, ну, тут, как говорится, остается всех поздравить и пожелать такой прекрасной жизни. Да, это есть такой старый-старый анекдот, отмечают столетие какого-то горца там на Кавказе, его внук спрашивает, дед, ты пьешь, куришь? Он говорит, да, конечно, лучше пью и курю, а то я так никогда не сдохну. Так и тут, знаете, жить... А ты, да, кстати, вспомнил хороший анекдот, да, а еще был еще лучший анекдот по поводу 150 лет, когда тоже поздравляют горца, вот, и ему говорят, слушайте, вы прожили, я вот смотрю по паспорту, 250 лет, он говорит, вы знаете, во время революции... Он говорит, да подождите во время революции, расскажите, как вы лучше прожили 250 лет, что вы кушали, он говорит, вы знаете, во время революции... Да подождите, что это революция, слушайте, ну вот расскажите, как вы общались, какие у вас были отношения, он говорит, вы знаете, во время революции... Да подождите, да вы подождите, во время революции был такой бардак, что мне по ошибке записали 170 лет лишних в паспорт, понимаешь? То есть, на самом деле, тут вопрос по поводу долгожителей, кто как считает. Отмечали, что многие долгожители, они вовсе-то не долгожители, а там просто были небольшие, маленькие, маленькие манипуляции с цифрой. Вот, поэтому, на самом деле, долгожительство это хорошо, но хорошо, как ты совершенно правильно заметил, когда есть хорошее качество жизни, когда есть здоровье, когда человек получает от этой самой жизни удовольствие. Да, чем больше удовольствия, тем лучше, конечно. А вот совсем с этим не всегда бывает хорошо, к сожалению. Ну вот, следующие, как бы, две новости, наверное, могут показать один из способов получить себе долголетие. Целебная сила молитвы, так называется, статья. И здесь, опять же, большой текст, и тут идет исследование о том, есть ли у молитвы вообще эффективность. То есть исследовали ученые, сейчас я что-то потерял, начиная с Дарвина, заканчивая современными учеными. Там и Спенсер, и Дарвин исследовали. Кстати, Спенсер и Дарвин были родственниками. Дарвин был очень верующим человеком, кстати, невероятно. И он, когда создавал эту свою теорию, он предполагал, что она приведет к очень плохим последствиям, когда религия будет заменена его теорией, да, то есть его теория вступит, собственно, в конфликт. Не будем о Дарвине, они считали, что пытались исследовать влияние молитвы на организм человека, как и Спенсер, как многие-многие другие ученые, да, которые были верующими. Это был и профессор Павлов, небезызвестный физиолог, да, это был Ньютон, который был тоже верующим человеком. Вера – это дело субъективное, индивидуальное, и если человек верит, тогда, естественно, молитва ему приносит пользу. Если человек не верит, пользы, естественно, никакой нету от всего этого. Это очень важный вопрос веры как таковой, да, веры в Бога и веры во сверхъестественной. Потому что молитвы могут быть разные, безусловно, да, представители разных религий, представители разных конфессий и так далее. Это совершенно нормально. Это вопрос вообще личной веры и личного отношения, да, к Богу и человека. Это очень глубоко личностные вещи, конечно. Ну, тут, да, тут во всей этой большой статье последний вывод идёт. Впрочем, ни эффект плацебо, ни эффект религии невозможно точно предсказать. Можно лишь попытаться создать лучшие для этого условия и быть внутренне открытым для того, чтобы повысить вероятность желанного эффекта. То есть… Согласен. Мы провели исследование, которое ничего не показало. Мы потратили время, деньги, но, в принципе, провели это время с удовольствием. Да, ну, кстати, обратим внимание, Спенсер и товарищ Дарвин, помимо того, что они тратили деньги, конечно, Английской академии наук, они ещё сами вкладывали свои деньги. Они были очень обеспеченными людьми, которые могли многие вещи проспонсировать. Кстати, о сегодняшних богатых людях я бы не сказал этого, что они много в свои исследования вкладывают. Был один человек, который вложил уже деньги в исследование, в спонсорскую помощь, да, по фамилии Билл Гейтс. Чем для него это закончилось, известно, да, вот, на данный момент. В чём его обвиняют и вообще, как его представляют в мировой прессе интернете. Вот, пошёл он кривыми дорожками, стёжками Спенсера, Дарвина и других, собственно, меценатов. Кстати, когда он развёлся с женой, он сказал, у него вот эта нынешняя новая жена, он сказал, я почувствовал, обрёл самость, я почувствовал себя полноценным человеком, и я стал обращать внимание на окружающий мир, на многие другие вещи. Кстати, мы ещё вернёмся к нему, потому что у нас ещё в конце самой последней темой будет тема, которая, в общем-то, как ни странно, отдалённо, но имеет ко всему этому отношение. Ладно, давай дальше. Давай, давай, быстро. Ну, тут я просто немножко... Я не хочу сказать позлорадствовать, потому что нельзя... Не надо злорадствовать. Просто показать вам нынешних авторитетов, и что надо думать своей головой. Настоятель Елоховского собора, протеерей Александр Агейкин, умер от коронавируса. Царство ему небесное. Царство ему небесное. Это человек, который месяц назад выступал по телевидению, говорил о том, что это всё паника, полная фигня. Приходите в храмы, Бог... Ну, я не буду здесь к вере обращаться, потому что, действительно, если вы верующий человек, то в храмы, конечно, хочется ходить. Но когда вы облачены властью, а настоятели Елоховского храма... Собственно, Елоховский храм – это был главный храм России до строительства храма Христа Спасителя. Я там был, красивейший храм, там, кстати, мощи патриарха Алексия лежат. Такой он лазурный, на метро Баумановской, если кто вдруг в Москве бывает. Метро Баумановская, доезжайте, выходите, сходите, посмотрите на Елоховский храм. На службы не ходите сейчас пока, не рекомендую. И так вот, человек, обладающий авторитетом, обладающий влиянием, говорит вещи, которые, ну, действительно... Ты так красиво описывал храм, я вот даже... Ты в душе верующий человек, просто видишь, у тебя не было правильного священника, пастры. Ты так красиво описал храм. Нет, стоп, я верующий человек, я ездил в детстве... Просто я слишком много имел отношений с православными священниками, поэтому... У меня негативное отношение к церкви, я буду честен. Просто именно к церкви. Как к системе. Именно, как к системе, да. Но не как вере в Бога. Нет, да, есть несколько там хороших людей, и с ними я встречался. Но, в принципе, это та фирма, которой я не доверяю очень сильно. И когда она вмешивается в нашу жизнь, в светскую жизнь, и влияет на то, что многим людям может стать плохо, как вот этот человек делал, тут можно как раз сказать, что это вмешательство Бога, вот то, что дальше произошло. Поэтому давайте закроем эту тему, я просто хотел высказать свое это отношение к тому, что произошло. Ты как помнишь, да, в истории Шерлока Холмса я вижу, что вы окончательно, доктор Мортимер, перешли на сторону мистиков в этом вопросе. Давай дальше. Да, зато у нас радостная новость. Трамп назвал кандидата в послы США в Беларуси. Кто не понимает, почему я это радостная новость, потому что в Беларуси не было американского посла 12 лет. Беларусь 12 лет каким-то образом прожила без американского дипломатического представительства. Ну и максимально были сокращены количество людей в американском посольстве. Да, кстати, сегодня объявили, что американское посольство меняет здание, они будут строить еще новое здание в Беларуси, да, для посольства. Вот это меня поражает, когда в Нью-Йорке не хватает там, у медсестры стирают повязки, когда там загибаются тысячи людей, а американское правительство строит новые, совершенно ненужные какие-то здания в Беларуси, тратит время на обсуждение вообще о том, где это построить, на покупку земли. Вот это меня, конечно, очень умиляет. Кстати, еще вот эта персона нового посла, она работала в Киеве, и было очень много претензий. Я тебя немножко перебью, я просто представлю, что в Минск, скорее всего, поедет нынешний заместитель помощника госсекретаря по Западной Европе и Европейскому Союзу, карьерный дипломат Джули Фишер. Вот эта вот розовощокая, прекрасная женщина будет теперь в Беларуси послом. Итак, что ты хотел сказать? Да, вроде она работала в Киеве, там надо точно еще раз вернуться к ее биографии, и, если я не ошибаюсь, к ней были претензии, в том числе со стороны Трампа, да, но это такое, о Беларуси тогда, в самом деле, своего рода чистилище, да, для дипломатов, потому что, естественно, это не престижное место, да, я врать не буду, это не Москва, это не Россия, это не Германия, да, там, не Китай. То есть сюда отправляют людей как бы на исправление, на то, чтобы, вот, типа, ребята, вам даем еще один немелкий шанс и вообще возможность проявить себя. Кстати, это касается вообще послов разных государств, тут постоянно есть вакансии, но, в самом деле, люди сюда не ломятся, и это давно известно, имеется в виду дипломаты, да, но другое дело, если тебя отправили, то ты уж должен ехать работать, такая, в общем-то, обязанность есть, да, у дипломатов. Это люди подневольные, это чиновники, которые должны представлять, в общем-то, интересы какого-то государства. Как она себя зарекомендует, что она сделает хорошего, плохого? Это, понятное дело, сейчас вопросы экономические. Американцы совершенно честно интересуются только экономикой, финансами. В Беларуси много американских инвестиций сейчас, благодаря парку высоких технологий. Имеется в виду, это не суперинвестиции, как в другие страны, но для Беларуси они значительные. Можно ли увеличить количество инвестиций? Конечно. Потому что, в общем-то, спада в экономике глобального здесь нет. Для американцев крайне важно вообще получение прибыли. Какой здесь режим? Соблюдаются здесь права какие-то человека? Какая не соблюдается, совершенно наплевать Трампу. Трампу крайне важен бизнес. И здесь, безусловно, эта женщина чудесная, должна разовощекая, типичная американка, проводить интересы американской дипломатии. И главное, не дипломатии, даже не государства, а американского бизнеса. Чем она и будет заниматься? Я думаю, заниматься она должна по возможности успешно, потому что это и в ее собственных интересах для продолжения собственной карьеры. Плюс, как известно, в Беларуси семью Трампа связывают, так сказать, родственные узы. Все это ребята новагрузки, да, имеется в виду, из новагрузка это зять Трампа, вся его семья. Поэтому мы почитаем, что люди родные, осталось там забутить какой-то крутой бизнес вместе и жизнь припеваючи, плюяда все эти там моральные, либеральные ценности. Чем мы, наверное, займемся после приезда посла, заключив договор, и все пойдет хорошо. Если говоря уже прямо, то, конечно, мне больше приятно видеть в Беларуси американские инвестиции, чем китайские, потому что как бы не представляли Америку осью зла, ну и там Европу и прочее, но это все-таки по какому-то менталитету и даже по вероисповеданию близкие нам люди, чем Китай, который заставит работать, хотя Америка заставит работать, все заставят работать. В чем и дело, к белорусам совершенно безразличны чьи-то деньги, лишь бы это были деньги и инвестиции. Кстати, к Большому Камню проводить будут даже железную дорогу. Большой Камень это экономическая зона в Беларуси. В Беларуси китайская. Китайская экономическая зона в Беларуси называется Большой Камень. Подводить будут дороги, там идет невероятно большая стройка. Если американцы сделают, не знаю, Большой Орел или там Большой Дядя Джо, ему тоже подведут дорогу. Деньги, как говорится, не пахнут. Но, кстати, была статья на одном белорусском портале, где осенизатор сказал, что деньги пахнут. И с этим, возможно, в случае с осенизатором не поспоришь. Поэтому деньги, даже если пахнут, но они все равно остаются деньгами. Поэтому кто бы их не предложил, американцы или китайцы? Небольшой экскурс в историю, откуда вообще появилась эта фраза. Один из римских императоров сделал налог на общественные уборные. И когда ему сказали, блин, ты что, деньги за говно будешь брать? Он сказал, да, деньги не пахнут. Но на самом деле, если их вывалить в чем-то, то они могут запахнуть в итоге. Ладно, последняя тема у нас на сегодня. Мы это записываем 22 апреля. У меня это утро 22 апреля, у Стефаныча вечер 22 апреля. И, в общем-то, после записи мы пойдем отмечать этот великий день. Сегодня исполнилось бы 150 лет Владимиру Ильичу Ленину. Кстати, исходя из той темы, что вы рассматривали, старик мог дотянуть. Мог дотянуть, да. Если бы люди жили 150 лет, Ленин, бог... Представляете, вот, кстати, фишка в чем? Если бы люди жили 150 лет, Ленин мог бы дожить до сегодняшнего дня. Другое дело, в ком бы он был в состоянии со своими многочисленными болезнями, но не в этом дело. Он мог просто проснуться утром и сказать, что мир очень изменился, заметить. Это очень интересный факт, да. На что, кстати, сам Владимир Ильич очень сильно повлиял. И вот скажи мне, по твоему мнению, было ли благом для России деятельность Владимира Ильича? Просто твое отношение. Для Белоруссии, безусловно, это было благом, потому что, конечно, Республика Беларусь появилась благодаря распаду этого монстра ужасного, который назывался Российской империей, в котором творили всяческие безобразия. Ленин для меня – это трагедия интеллигента-концептуалиста, который в определенный момент столкнулся с реальностью. Это умнейший человек, который придумал очень интересную теорию, да, которая, возможно, как многие теории, была бы нежизнеспособной. Но так вышло. Кстати, Ленин был уже пожилым человеком, когда он пришел к власти, да. Он говорил, мы, старые большевики, никогда не увидим торжество революции. Это его были слова. Но так случилось из-за бездарности царя, неумения править, из-за вот этой первой мировой войны. Из-за бездарности временного правительства тоже. Временного. Все сложилось так, бывает в жизни, что и Ленин первоначально не был фанатиком захвата этой власти. Чудесно жил в Швейцарии, жил за границей. У него были деньги, он жил в свое удовольствие, ходил в библиотеку, писал книжки. У него были любовницы, не знаю. Чудеснейшая жизнь за границей. Более того, он совершенно по большому счету не понимал народ. И для него осуществление этих идей, это была некая концептуальная идея, которая, когда осуществилась, он понял, несовершенство людей не дало осуществиться этой идее в полной мере. Он вообще был достаточно человеком, к сожалению, оторванным от реальности. Вообще, это история, это та же история Гейтса, Белогейтса, который придумал концепцию, когда он попытался ее на практике реализовать, получилась полная фигня какая-то. Да, вот это та же история Ленина. Вот интеллектуалы, умницы, умнейшие люди должны все-таки оставаться со своими концепциями один на один, не притворять их в жизнь. Вот как только они начинают их притворять в жизнь, начинаются очень плохие вещи происходить. И почему? Для меня всегда интересно, где начинается перерождение творческого, интеллигентного, интеллектуального человека в диктатора и в человека, который начинает наносить невероятно огромный вред окружающим. Вот это та тончайшая грань, когда, не знаю, неудачник-художник и неудачник-музыкант Гитлер стал превращаться в монстра, который уничтожил миллионы людей. Где вот эта грань, где этот момент, когда умница, не знаю, интеллектуал Ленин, который писал произведения по экономике, не знаю, там, различные воззвания, издавал газеты андеграундные, как сейчас. Но когда андеграундщики приходят к власти, начинают осуществлять свои очень странные идеи, это очень плохо заканчивается, к сожалению. Ну, в случае с Гитлером такой момент все-таки можно проследить. Это, скорее всего, поражение Германии в Первой мировой войне. На него это очень сильно повлияло. В случае с Лениным я хочу еще вернуться, почему благо для Белоруссии, почему, например, мне не очень нравилось, что в Украине его памятники сносили. Потому что именно Ленин настоял на создании Советского Союза, в который будут входить республики отдельные, а не как будто они в составе России, это Российская Советская Республика. Именно он настоял на этом, потому что остальные члены Политбюро были против. И благодаря тому, что был создан Советский Союз, в который входит Белорусская ССР, Украинская ССР и тогда еще Закавказская ССР, потом, как мне кажется, Советский Союз смог спокойно разделиться на независимые государства без всякой этой крови, деления. Ну, в некоторых странах, конечно, там еще делятся границы, к сожалению. Дело в том, что есть, да, там есть сталинские границы, сталинские, мы не будем влазить в историю. Для меня вообще история Ленина, вот Ленина как человека, ведь Ленин-то был не один у власти, была масса других деятелей вместе с тем, Троцкий, Держинский, масса-масса свертлов, которые тоже осуществляли власть. Кстати, нужно обратить внимание, что Держинский и товарищ Джугашвили, он же в простонародье Сталин, они не любили Ленина. Единственный фильм вообще, единственный кинофильм, который посмотрел Держинский, это, кстати, все отражено в архивах, которые он взял посмотреть, этот фильм называется «Похороны Ленина». Прикинь, вот в глаз фильмов можно было посмотреть, комедии тогда издавались, разные любовные драмы, но посмотрите, один фильм «Похороны Ленина», то есть человека, с которым он столько работал. Дело в том, что Ленин, это был нервный такой человек. Бескомпромиссный, он не договаривался. Нет, он как раз-таки был человеком в принципе компромиссным. Бескомпромиссным были те революционеры, бомбисты, террористы, как Сталин, Держинский, которые реально нападали на банки, которые убивали других людей и привозили там в ЦК деньги. Ленин никогда этим не занимался. Это был слабый, очень по большому счету человек, который он хотел власти, но он манипулировал другими людьми, за счет этого добивался этой власти. То есть он не был человеком в действии. Это концептуалист, который попал в очень плохую историю, в очень плохой компанию. В итоге для него же самого это плохо и закончилось. Но эту компанию он сам и собрал. Да, он собрал. Он собрал, потому что его привлекали очень сильные, беспринципные люди. Но при этом он видел их сильные стороны, как и слабые. И он как человек-манипулятор до какого-то момента ими манипулировал. Но все в определенный момент, когда ты имеешь дело с такими людьми, оно в определенный момент выходит из-под контроля. При этом эту самую ситуацию он сам же инициировал в итоге. На самом деле. Он инициировал этих людей во власть. Он их сам взял. Сталина известен, он называл «прекрасный грузин». Почему? Потому что сидит Ленин в Вене, понимаете, кушает пирожные в кафе. Кстати, обратите внимание, в этом же кафе за соседними историками сидели кто? Зигмунд Фрейд, Карл Густав Юнг. Интеллектуалы того времени. Обратите внимание, кстати, на имидж Ленина. На фотографии Ленина. Его имидж, внешний вид – это вид типичного богемного человека того времени. Так же выглядели Фрейд, так же выглядели французские импрессионисты, Ренуар, Дега. Они все внешне так просто, грубо говоря, по тому времени это богемные тусовочные люди. И вот Ленина вырывают с этой богемной жизни разными способами и отправляют в этом вагоне, опечатанном в эту ужасную Россию, где происходят какие-то невероятные вещи. Ленин в быту разговаривает в основном на немецком языке. Интересы обычных людей русских ему, честно, вообще очень далеки. Он хочет хорошо жить, заниматься любимым делом писательской, исследовательской карьерой. И тут ему приходится заниматься какой-то фигнёй. Обратите внимание, причём практической весьма, в него стреляют, в него совершается покушение. Он понимает, он привык всю жизнь доработать. Вот Ленин – это человек, у которого есть деньги, который занимается тем, что ему нравится. И вдруг в 50 лет, вдруг тебя заставляют работать. Представляете, как это тяжело после 40 лет, когда приявляются люди, говорят, что тебе надо работать целый рабочий день. Ходить куда-то, выслушать какие-то встречи, какие-то крестьяне, бог знает, что происходит. Ленину, естественно, это не нравится. Ему не нравятся эти социальные контакты. Тем более, обратите внимание, у него тип-то, личности какой. Он переходит очень часто, у него полярные состояния, состояние благодушного, общительного, он переходит к депрессивному состоянию, агрессивному. То есть, это особенности типа его личности. Кстати, он знал об этом, и когда у него наступал период вот этот депрессивно-агрессивный, он брал книжки и уезжал в горки, чтобы вообще ни с кем не общаться. Вспомните, кстати, произведение Герберта Уэллса, «Великий мечтатель». Герберт Уэллс, величайший писатель, приезжает и встречается с Лениным. И Ленин рассказывает о плане Гойл-Ро, электрификации России. Он рассказывает о плане преобразования вот этого запущенного дикого государства, ведущую державу экономическую. Он обо всем этом рассказывает. И обратите внимание, как называет все это Герберт Уэллс. Он называет «Великим мечтателем Ленина». Ленин его поражает интеллектом, знанием языков, знаниями в различных областях. Поэтому я считаю, что история Ленина это история великой трагедии, в том числе связанной с потерей веры. Но обратите внимание, кто первым его спровоцировал на вот такое поведение. Совершенно неадекватная, ужасная казнь его родного брата. Когда Ленин только начинает формироваться как личность, там ему было сколько там, 16-15 лет, когда казнят его брата за помощь в участии, в участии в покушении на царя, просят не убивать этого молодого человека, дать возможность исправиться. Туда едет мать Ленина. Обратите внимание, как социум относится к Ульяновым в том городе, где они живут. Ведь не Ленин тогда еще, Ульянов, Володя, не его мама. Они не совершали преступления, но извозчик не хочет вести мать на вокзал, потому что их сын участвовал в покушении. Как социум реагирует и какие должны были качества у Ленина? У Ленина, конечно, как у подростка есть желание мстить этому социуму, уродливому, невероятно. С одной стороны, все заявляют, что они православные, что они сочувствуют, сопереживают и любят окружающих. С другой стороны, они совершенно не сочувствуют семье этого молодого человека, который, безусловно, совершил плохой, очень страшный проступок в жизни, за который он страшно поплатился. И, как говорит, приписывают Ленину слова, мы пойдем другим путем. И проблема в том, что власть, она не сделала с тех пор никаких вообще выводов. Совершенно неадекватно наказывают молодых людей, в том числе, за политическую деятельность, за какие-то идеологические проступки, формируя таким образом вот этот не просто протест электорат, а людей, которые потенциально, в том числе, может, благодаря своей вот этой гениальности и своему таланту могут совершить возможные новые революции. В общем, 150-летие Владимира Ильича Ленина это повод, кто вдруг не в курсе, потому что сейчас, я не думаю, что на уроках истории много уделяют внимание его личности, обратить внимание, почитать, посмотреть что-то об этом. Можно говорить, что личность неоднозначная, противоречивая, но то, что это, что он повлиял на историю наших стран, на историю планеты вообще, в принципе. Безусловно, да. Это действительно так. И сейчас немножко подзабыто его наследие, но обратите внимание. На этом, я думаю, мы будем заканчивать. Сейчас парочку благодарственных слов нашим зрителям и читателям. Вот Виталий, Мячиков Андрей, Миша Крас написали нам приятные комментарии, что им нравится наши выпуски, больше нам аудитории. Еще раз напоминаю, теперь мы есть и в подкаст-сервисах, пожалуйста, напишите там нам комментарии, поставьте пять звездочек, что там еще можно сделать, чтобы повыше мы поднялись. И вопрос, да, кстати, если вы хотите, чтобы мы ответили на ваши какие-то вопросы, пишите их в комментариях, мы обязательно прочитаем. Вот Виталий Гербер спрашивает, насколько должно поредить человечество, чтобы обесценить деньги и вообще, возможно ли иная модель экономики при населения планеты, как вы думаете? Ну, о чем с того, что деньги сейчас ничего не стоят? Слава Богу. Да, все современные валюты, это просто правительство стран говорит, что вот это наши расчетные билеты, мы обещаем, что они будут что-то стоить, исходя из нашей экономики. То есть, когда-то, давным-давно деньги были привязаны к каким-то стандартам, сейчас этого нету, сейчас просто в зависимости от экономики государства. И ненасколько не должно поредеть эта экономика, если рухнет, ничего не будет работать, когда перейдем на товарообменное отношение, тогда, наверное, что-то изменится. Так, в принципе... Да, то есть, приходите к натуральному обмену, да, по поводу до какого количества должно сократиться население, есть теория золотого миллиарда, читайте эту теорию, там все написано, вот, есть теория глобализма, да, в самом деле людей много не надо, чем меньше людей, тем лучше для капиталистов, это понятно, об этом еще говорил Владимир Ильич Ленин, в общем-то, ничего нового с тех пор, в общем-то, придумано особо не было, поэтому, в общем-то, главное, всем здоровья, всего самого, да, и лучшего. Не болейте, всем пока, до следующей недели. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok